На домашнем льду при своих болельщиках, к тому же теперь их стало на трибунах больше, Нижегородская торпеда одерживает победу над пекинским Кунь-Лунь Ред Стар. Правда, забитых шайб зрителям пришлось ждать аж до середины третьего периода. В первых двух обе команды были близки голу, но оба вратаря сыграли на уровне. На 12-й минуте третьего периода Крис Уайлдман выводит торпеда вперед и трибуны Нагорного взрываются овациями. Пекинский коллектив бросается сравнивать счет, а только этого нижегородцы и ждут. Две контратаки и две забитые шайбы от Криса Терри и Джордана Шварца. 3-0. Два очка в копилку и еще один шаг вперед на пути к плей-офф. Игра не самая лучшая, но моменты были. Обороны хорошо играли и в нужный момент. Тихо-миро врачок нас сегодня держал по счетному ноль. Самое важное, чтобы дать нам шанс третий период забить эти головы и провести игру на победу. Да, сейчас у нас слегка трудом. Надо, я считаю, получше сыграть, если мы захочем результации. Слегка. После победы над китайскими хоккеистами торпеда поднимается на шестую строчку Восточной конференции. В параллельных матчах главные конкуренты Трактор и Борис очков набрать не смогли. Челябинский клуб уступила к Барсу, а Барсы проиграли автомобилисту. И все же отрыв от соперников небольшой. Разница всего в одну очко. Поэтому торпеда ошибаться сейчас нельзя. Уже в среду, 3 февраля, нижегородцы выйдут на лет Кирканагорный против Подольского Витязя. Матч начнется в 19.00. Прямую трансляцию смотрите в эфире ННТВ и по традиции болеем за торпеда. Артемий Катков, Время новостей.